Здравствуйте! В эфире Азов.Инфо.Спорт в студии Александр Истомин. В середине октября в ростовском спортивном клубе «Геркулес» состоялся межрегиональный турнир по грепплингу, в котором успешно выступил 17-летний азовчанин Андрей Гончаров. Борец провел четыре схватки. В каждой удалось одержать победу. Финальная схватка была с очень серьезным соперником из Дагестана. Он двукратный победитель России по грепплингу и серебряный призер чемпионата мира по грепплингу. Но все же, да, в сложной схватке удалось его выиграть. Андрея Гончарова тренирует его отец, а также наставники из ростовского спортивного клуба «Пересвет», в котором он занимается. За последние два года перспективный спортсмен выиграл первенство России и первенство мира по смешанным единоборствам. В Абхазии с 10 по 15 октября состоялся турнир по баскетболу среди ветеранов, посвященный защитникам Абхазии в войне 92-93 годов. Участие приняли 8 команд Юга России. Среди них выступали азовчане. Как прошла игра, нам сообщил участник соревнований Игорь Мирошник. В этом турнире, который проводился по круговой системе, команда города Азова заняла достойное четвертое место. И я хочу сказать, что игры проходили очень напряженно. Несмотря на то, что турнир называется ветеранским, игры были особенно напряженными и острыми. И непонятно было до конца, кто победит. В принципе, последний бросок или последняя минута только были способны выявить победителя в каждой встрече. В начале декабря ветераны сыграют в Кисловодске. А с 15 по 18 декабря примут участие в соревнованиях в Славянске на Кубани. Завершат сезон традиционно в Новочеркасске в конце декабря. Сыграны матчи второго тура Кубка памяти Азовского вратаря Валерия Кацубы. Команда с дюшер номер 9 второй состав обыграла СК со счетом 1-0. Футболисты ДСК со счетом 3-2 победили Торекс. С дюшер номер 9 первым составом со счетом 8-1 разгромила промоэкспедицию. В ближайшие выходные определятся все финалисты турнира. В субботу на стадионе спорткомплекса имени Эдуарда Лакомова состоится очередной домашний поединок футбольного клуба Азов. Соперник, многократный чемпион Ростовской области в высшей лиге, одна из сильнейших команд Юга России Донгаз Добыча. Начало игры в 11.00. Игры по велоквесту подошли к своему финалу. Как завершилась третья игра первого сезона узнали наши корреспонденты. В Азове прошла последняя в этом году игра «Велоквест». Условия участия просты и доступны для любого желающего. Необходимо иметь велосипед, команду до 4-х человек и телефон с доступом к интернету. По словам организаторов мероприятия общественной организации «ЭКО», задача велоквеста – пропаганда велодвижения и изучение истории своего города. Участие в игре приняли 8 команд. К третьей игре, которая проходила в эту субботу, уже как бы команды приобрели какой-то опыт, уже появились фавориты, поэтому игра прошла более мобильно, более так быстро. В общем, всем понравилось. И уже как бы, можно сказать, проект стал на рельсы. Уже есть свои фавориты, свои аутсайдеры, свои спонсоры постоянные и так далее. Основная задача, которую поставили перед собой организаторы – это популяризация велоспорта в Азове. Одним словом, пересадить азовчан с автомобилей на велосипеды. Для этого разрабатываются интересные задания. Это рождается в процессе написания сценария. Вот у нас Алексей занимается этим. Ну, как обыграются места. В основном даже просто мы на машине ездим по городу и выбираем какую-нибудь интересную локацию. Может быть, или заброшенный дом, или какое-нибудь здание, наоборот, которое только строится. Ну, в общем, визуально, чтобы было интересно игрокам. Например, одно из заданий было посвящено Дню древонасаждений. Участникам необходимо было высадить деревья за короткое время. И вот команды посадили общими усилиями 8 деревьев. 4 березы и 4 рябины, которые администрация нам выделила. То есть было очень красиво, весело и полезно. В начале игры состав команд был разный – от 3 до 5 человек. Теперь организаторы заявляют, что для победы необходимы 5 игроков в команде. Ну, как выяснилось, мы набрались опыта, и команды, опыт проверили, что лучше, конечно, 5 человек в команде. Не 3, а 5. Потому что можно разделиться, тем самым сосредоточиться в начале игры по городу и быстрее доезжать до локации, разгадывая загадки. Чтобы не с одного конца города на другой ехать, а уже тот, кто ближе, тот и быстрее доехал. В следующем году организаторы планируют две игры с марта по июнь и с августа по октябрь. Ивана Голубева, Игорь Спутнов, Людмила Улихина, Азов Инфоспорт. С 13 по 18 октября в Таганроге состоялись всероссийские соревнования по парусному спорту под названием «Осенний паруса Таганрога». Наши спортсмены в младшей группе заняли вторые места. Это Валерия Базарова и Ростислав Шульга. Среди участников 2001-2002 годов рождения Светлана Долженко и Анастасия Майорова завоевали серебро. С 15 по 24 октября в городе Сочи проходят тренировочные сборы к чемпионату России по парусному спорту. В Азове прошла ежегодная спартакиада среди старшеклассников. Репортаж наших корреспондентов продолжит тему. С 12 по 16 октября на стадионе спортивной детской школы номер 9 города Азово прошла традиционная осенняя спартакиада призывной и допризывной молодежи, в которую приняли участие команды всех азовских школ, училищ, средних и высших учебных заведений. Будущие защитники Отечества соревновались в беге на короткую и длинную дистанцию, прыжках в длину и подтягивании на турнике. Наши мальчишки будущие защитники, поэтому такие мероприятия они не должны пропускать. Данная спартакиада поможет молодежи, призывая в армию, и в армии они будут достойно выглядеть. Цель спартакиады, которая ежегодно проводится весной и осенью, подготовка к воинской службе и пропаганде здорового образа жизни. Первые места в командном зачете заняли команды школы номер один Казачьего кадетского профессионального училища Азовского гуманитарного технического колледжа и Азовский технологический институт филиал ДГТУ. Татьяна Ивашенко, Александр Истомин, Азов.Инфо.Спорт. С 15 по 18 октября в хуторе «Красный десант» Никлиновского района прошел открытый областной турнир по боксу, посвященный покровам Пресвятой Богородицы. Копилка наших спортсменов пополнилась четырьмя золотыми и пятью серебряными медалями. Это все о спорте на сегодня. Следите за пульсом спортивной жизни. До свидания.